Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас очередное заседание телевизионного дискуссионного клуба Казанского федерального университета. Я его ведущий Рустам Вафин, журналист. Тема текущего заседания COVID-19, тема, которая сейчас очень на слуху, касается всех, но мы возьмем, представлю очень хорошо в информационном поле, может даже слишком хорошо, но мы возьмем ее один ракурс, лишь один ракурс, на мой взгляд, очень интересный ракурс. Это психологические последствия эпидемии, тех мероприятий, которые с ней связаны, и обозначили мы ее так, следующим образом, эпидемиологический невроз, психологические последствия COVID-19. В 2020 году граждане нашей страны, да и многих, точнее большинства других стран, столкнулись с жесткими прежде невиданными ограничительными мерами, связанными с попытками государства остановить распространение эпидемии вирусной инфекции COVID-19. Эти меры ломали привычный образ жизни миллионов людей, сопровождались валом пугающей информации о новой болезни, и, разумеется, подобные резкие негативные изменения в обстановке не могли остаться без последствий, в том числе и для психического здоровья людей. Об этих последствиях мы сегодня и поговорим в ходе нашего заседания, и я хочу представить наших экспертов. Это Ильдар Равильевич Абитов, доцент кафедры психологии и психологии личности Института психологии образования Казахского федерального университета, я так понимаю, психолог-клинический психолог, и Козлов Алексей Алексеевич, практикующий врач-психотерапевт. И мой первый вопрос будет очень, на самом деле, простой, обывательский. Я даже не знаю, сможете ли вы на него ответить, потому что, возможно, вопрос к практикующим даже психиатрам, которые у нас сегодня не представлены. И тем не менее, я хочу, чтобы вы на него пытались ответить. Когда в информационном поле появляется какой-то значимый объект, в данном случае COVID-19, уже год нисходит со всех полос, со всех экранов эта информация о нем, возникает такой определенный эффект Наполеона, на мой взгляд. Когда люди с слабой психикой или больные люди, психически больные люди, начинают индуцировать бред, производить бред. И, например, приходилось ли вам слышать или сталкиваться с тем, что в наших психбольницах появились палаты, в которых лежат люди, называющие себя ковидом. По примеру того, как были палаты Наполеонов, были палаты других известных исторических личностей. Наш вирус уже дошел до такого состояния, когда люди могут его примерять на себя, больные люди, и, соответственно, пополнять ряды уже психически больных людей. Он может так воздействовать на психику? Ну, вы говорите, скорее всего, есть такой парафренный бред. Это вот такой штамп, что если пациент Наполеон бывает крайне редко. Вначале параноидный, потом паранояльный, параноидный, только потом парафренный. То есть таких пациентов, когда даже я работал в психиатрической больнице, я, честно говоря, по пальцам могу пересчитать, я их просто не видел. Это уже самый крайний этап. Другое дело – бред заражения. Да, скорее всего, он появился, но понимаете, в чем дело? Это количество людей, которые было, есть и будет. И они в бред включают все то, что является в нашей окружающей действительности. Если есть ковид, будет ковид. Если это будет борьба с коммунизмом, будет борьба с коммунизмом. То есть тут, в принципе, как чукча. Вот о чем пою, что вижу. Вот так и здесь это может быть включено в бред и совершенно спокойно. Но я таких случаев не знаю. Вам, Эльдар Ильич, доводилось слышать подобные вещи? Ну, и подобного не доводилось слышать. Думаю, никогда не доведется. Есть мемы такие, да, сейчас это называют мем. Вот про Наполеонов, мем. И давно таких пациентов нет. Ну, есть действительно стереотип о том, что разные существенные такие социальные явления или личности стягивают на себя внимание, но, как правило, через некоторое время. Обычно их уже в живых нет, когда к ним присоединяются таким образом. А то, что касается бреда, связанного с ковид, ну вот мне даже в рамках тоже небольшой практики, психологической, пока даже не доводилось, в общем, с беспокойством серьезным сталкиваться по поводу ковид. Вот. Разве что есть указания на какие-то беспокойства, тревоги по поводу последствий пандемии отдельные. Да, то есть там у кого-то доход снижается, да, кому-то трудно с близкими увидеться. Вот это бывало. Но не бред заражения и не близко к этому. Правильно понимаю, я услышал ваше замечание о том, что, ну, условно, Наполеон появляется в клиническом проявлении в наших больницах, появляется уже спустя много лет после смерти самого Наполеона. И, условно говоря, в 1812 году в психических больницах Российской империи и Европы Наполеонов еще не было. Они появились значительно-значительно позже. Правильно понимаю? Ну, однозначно, мне трудно об этом сказать, но, видимо, да. Отчасти да. Но тут нужно понимать, что это вот не вот в нашем представлении, то есть человек считает себя Наполеоном. Это только один симптом. То есть там очень много нарушений. Это уже распад личности. Это парафренный бред, это уже финал, это уже конечная стадия практически перед распадом. То есть и вот таких вот карикатурных, киношных показателей, там, я не Наполеон, и у меня все в порядке, такого не бывает в жизни. То есть даже если когда-нибудь появятся пациенты, которые, я, наверное, не смогу этот ваш термин обозначить, поскольку он мне близок, но которые будут себя называть COVID-19, это случится значительно-значительно позже, когда эпидемия уже закончится, когда люди, больные люди дойдут до такого состояния. Скорее всего, не случится, потому что парафренный бред, это бред величия. И мы берем его от каких-то значимых фигур. А COVID, ну это COVID, он неудушевленный. Без личностный. Абсолютно. Все, понял, спасибо. Это был вопрос на, скажем так, разминку и для зажигания аудитории нашей телевизионной. Вы знаете, одно из, помимо COVID, эпидемии COVID и тех ограничительных мер, которые в 2020 году были колоссальными, предприняты во всем мире, 2020 год запомнился еще и очень неожиданными социальными явлениями, такими как расовые волнения США, например, да, неожиданно вспыхшими протестами в Белоруссии. Такое явление, как COVID-диссидентство появилось, когда масса организованных людей выходит на площади, ну, возможно, не в нашей стране, а в других странах такое же случалось. Возникают массовые психозы, связанные, или неврозы, связанные с вышками G5. Вот те мероприятия, которые проводились в рамках борьбы с COVID, ограничительные меры, информационные меры, они могли способствовать подобным социальным явлениям, вдруг вспыхнувшим, разрушительным социальным явлениям на самом деле? Давайте все-таки мы отделим психозы, неврозы от социальных явлений, да, сразу. То есть, есть мировоззрение людей, то есть, это то, во что они верят, то, в чем они убеждены, да, то, что влияет на их поведение. Здоровое поведение, ну, может быть, необычное. Для атеиста, например, поведение верующих людей может быть необычным. Ну, там, обрезание, например, да, значит, которое ребенку производится, необычное для атеиста. Повреждение вообще, зачем это нужно, да? Для верующего человека это вполне нормальная процедура, скорее он будет защищать ее и бороться, да, за то, чтобы их не отменили. Мировоззрение сильно отличается у разных людей в соответствии с тем, к каким группам они относятся, да, во что они верят, на что обращают внимание свое в жизни, каких целей преследуют в жизни. А психопатология – это определенная область медицины, да, и она достаточно ограничена. Вот, поэтому нельзя называть неврозами или психозами то, что происходит. Это социальные явления. Но в СМИ это используют выражение? – Неправильно используют, потому что в действительности стереотипы определенные, искаженные создают, да, которые потом могут использовать в своем выходе люди, в том числе те, о ком вы говорите. Да, значит, не больные люди, и те, кто не согласен с ними, тоже не больные люди. Это все здоровые люди, которые придерживаются разных взглядов. И, вот, отвечая на ваш вопрос, ну, конечно, ограничительные меры, как любые, там, политические, экономические какие-то серьезные изменения, влияют на поведение людей. Вот вы сказали о вышках, да, и, там, психозы, связанные с вышками. Есть, действительно, настороженность людей, да, и даже, там, поведение связанное с разрушениями, я знаю, да, этих вышек. Это, действительно, может быть, реакцией на, вообще, фон существующий и информационный, связанный с пандемией, с ограничениями. И здесь включаются, так называемые, вот, конспирологические теории, когда часть людей разделяют идею заговора, и они убеждены в том, что и пандемия – это продукт какой-то, результат заговора властей, да, искусственно, и вирус искусственно созданный, или он вообще не существует, его придумали власти, значит, дальше идут ограничительные меры протеста этих людей, и вот эти 4G, там, 5G-вышки, они считают тоже рядоположным явлением. Это тоже попытка контролировать нас, и их реакция, скорее, на свое восприятие того, что происходит. Они это воспринимают в контексте теории заговора. А вот, скажите, группа людей, страта людей, которая восприимчива к конспирологическим версиям, она, скажем так, в связи с ограничительными мерами, в связи с этим общим фоном, она увеличивается или она становится просто более ярко выраженной, более агрессивной в ответ на эти ограничения? Можно сказать, что это такое определенное заражение еще есть, и количество людей, которые начинают воспринимать конспирологические версии, на фоне того, что происходит, начинается увеличиваться? Или нет? Или это просто группа, которая стабильная, она имеется, там, 5% населения в популяции? Вот она сейчас просто выстрелила, поскольку такая ситуация. Вот мне трудно вам сказать однозначно, поскольку я эту тему продолжал, да, и я пробую. Чтобы тоже ответить, здесь две возможности есть, мне кажется. Одна это то, что это действительно так, есть группа людей, которые поддерживают эти теории, да, теории заговора. У них определенный настрой есть такой социальный, да, социально-политический. Они видят врагов в том числе, да, в тех, кто вводит эти ограничения, да, и реагируют соответствующим образом. Большая часть из них активны в соцсетях, например. И есть, наверное, такая периферия, да, людей, которые не определились. И может быть, я подчеркиваю, может быть, что вот эта периферия, возможно, за счет этой периферии увеличивается количество людей, которые склонны принимать идеи заговора вот в такие периоды времени. Может быть. Смотрите, вот, условно говоря, 19-й год, да, ковид еще никто не слышал. У нас тоже были люди, которые очень интересовались тюрьмами заговора. Вот. Но их не было слышно, не было видно. Они не входили в минстрим, они не появлялись в информационном поле так активно. Вот. То есть, все-таки, на ваш взгляд, на взгляд психологов, ковид-19 и те события, которые последовали с попыткой его обуздать, они стали тем триггером, спусковым крючком, который вытащил этих людей на поверхность. Давайте начнем с того, что я не считаю, что их не было видно и слышно. То есть, значит, о сионских мудрецах, вы знаете, да, документе, это сфабрикованное. Это когда было? Их не было видно и слышно разе, да, тех, кто создал этот документ и размахивал над головой. Начало 20-го века. Начало 20-го века. Это было очень давно. И поиски врага, они были всегда. Ковид действительно может быть таким триггером, который позволяет этим людям консолидироваться, что ли, да, и получить информационный повод дополнительно. Их было видно и слышно, я думаю, в социальных сетях, если вы в определенные группы особенно заходите. Я не был в этих группах, но сейчас я их вижу. Вот. Уже вижу в общих группах. Сейчас они более активны, наверное, и сейчас еще на эти группы как-то пытаются реагировать, наверное, и власти, и СМИ. И поэтому они как бы на поверхность поднимаются, да, вот. Я на самом деле согласен, Леонид Ильиченко. Он говорит, что, вот еще раз хочу объяснить, есть нормальные люди, обычные люди, есть патология. Неправильно назвать неврозы, это тревожные расстройства. Так вот, я тоже по моей практике скажу, что у меня был только единственный пациент, который находился в состоянии депрессии из-за того, что у него это ситуационная депрессия. Несколько человек скончались от ковида. Да, единственный, за вот время существования. Никаких фобий по поводу ковида, никаких тревожных расстройств, то, что я заболею ковидом, как ни странно, нет на приеме. Ну, нет. Ну, до второй волны, так называемой, у нас люди ходили без масок. То есть, ну, я вас умоляю, кто боится? Да и кто не боится. А вот, кстати, по поводу вашего опыта, 19-й год и 20-й год отличаются? Я понимаю, что вполне возможно, что люди не произносят слово ковид у вас на приеме. Но, тем не менее, это может быть как-то косвенно, это может быть связано с увеличением потока людей, которые потребуются услуги психотерапевта. Это может быть изменение каких-то причин депрессий, которые возникают. Возможно, есть ли отличие в вашем личном опыте, в ощущениях, 19-й год и 20-й год? Нет. Вообще нет? Кардинально, значительно нет. Вот еще раз повторяю, обычные люди, которые переживают по этому поводу, ну, обычно, обыкновенная тревога, институционная тревога, они есть, были и будут. И вот та патология пациентов, она, в принципе, осталась та же самая. Даже панические атаки, недавно тоже читаю, что увеличилось количество панических атак. Ну, неправда это. Нет прямой взаимосвязи между стрессовой ситуацией и панической атакой. Нет исследований. То есть, да, через полгода может быть, но я не наблюдаю этого. Другое дело, здесь нужно, три аспекта очень важно понять. Первое. Есть люди, которые переболели ковидом. Вот с медицинской точки зрения. И мало кто понимает и осознает это, об этом мало говорят, почему-то все говорят о поражении легких. Первым, что поражается при ковиде, головной мозг. Это вускулит, это поражение стенок, это когда, не буду вдаваться в медицинский термин, это, то есть, такой термин диапидезное кровоизлияние. То есть, когда тромбоциты проникают сквозь стенку сосудов и травмируют наш головной мозг. Отсюда и обоняние, отсюда и температура, кстати, не вследствие интоксикации, а вследствие нарушения терморегуляции. То есть, первое, что нарушается при ковиде, это головной мозг, чтобы было понятно. Легкий, вторичный мозг. И вот у этих пациентов, да, а мы знаем, что ковид распространяется, количество людей становится, которые переболели, все больше и больше. И вот у них, да, действительно нарушения есть. Какие? Первое, сильная тревога центрального генеза. То есть, у них тяжесть состояния не соответствует этой тревоге, а у них тревога. 60% пациентов находятся в депрессии ковидных больных. 20% имеют мысли суицидальные, да. И что самое страшное, что у них развивается так называемый постковидный синдром. Это синдром истощения, это астенизация, это жуткая слабость, это эмоциональная лобильность, неустойчивость. И процесс идет восстановление до полугода, то есть у них просто сил нет. Они могут плакать, раздражаться на минимальные раздражители. Вот количество людей этих растет, это одна группа. Вторая группа людей, это мы обычные люди. И ковид нас затронул, но это, знаете, опосредованно. Конечно же, какое-то информационное поле давит на нас, конечно. Мы читаем, столько-то заболело, столько скончалось, там ужас, особенно первой волны. Давит? Конечно, давит. Справляется психика? Справляется. Второй момент. Это экономические условия. То есть, читаю новостную ленту. Реальные доходы россиян в третьем квартале снизились на 4,8%, говорит Росстат. Да, с ковидом экономика не только у нас. В мире рухнула. Все просели. Европа просела, США и мы тоже. Уровень доходов упал. Упал. Темпы экономики замедлились до безобразия. Отсутствие денег влияет на наше настроение? Влияет. Фактор? Фактор. И вот три фактора. То есть, люди, которые переболели, раз. Информационное поле, которое давит на нас, два. И экономический кризис, который тоже добивает нас. Вот три условия, на мой взгляд. А вот вы сказали, что к вам приходил на прием человек, у которого была депрессия, связанная с смертью близких. Многочисленными смертями. А что вы ему порекомендовали и какое лечение? Я понимаю, что это, наверное, скорее индивидуально очень. Но тем не менее, я сейчас наберусь наглости и попытаюсь отбить у вас хлеб. И выпросить у вас рекомендации, за которые вы получаете деньги на приеме. Я хочу, чтобы эти рекомендации прозвучали в прямом эфире. Тут всё очень просто. Никакой Америки нет. Это, к сожалению, фармакотерапия. То есть, антидепрессанты. Да. И, соответственно, та первая группа людей, которую вы обозначили, то есть, переболевшие ковидом и получившие определённое когнитивное расстройство, они тоже лечатся антидепрессантами? Или есть люди какие-то... Антидепрессантами, транквилизаторы, инотропы. Причём любые, начиная от валерьянки, но хотя бы что-то нужно давать. Очень осторожно, очень тонко. Потому что ещё поражаются другие органы системы. Печень поражается, надо смотреть ферменты в печени, то есть, АЛТ, СТ. Что вот, не дай бог, вот... Но без этого никакой ангетс. Очень интересно, очень интересно. Вы знаете, ковид, с точки зрения науки, особенно, видимо, психологической науки, это довольно новое явление, потому что год — это, по сути, ничто. Но в истории современного человечества были эпидемии, которые хорошо зафиксированы, не в историческом отношении, не на таком большом расстоянии, тоже массовые эпидемии, пандемии с большим количеством смертей, которые, возможно, нашли отражение у последствий у психологов, может, прошлого, может быть, там, других годов. И, в первую очередь, речь идёт об испанке, да? Она немножко похожа на то, что происходит сейчас, это столетние давности события, три волны, масса смертей, вплоть до, там, оценки до 100 миллионов доходили. Ну, понятно, большинство из них пришло всё-таки на Юго-Восточную Азию, там, Бангладеша, Индия, вот, Китай. Тем не менее, вот попадались ли вам исследования последствий, психологических последствий вот от испанки? Или, с точки зрения психологии, вот она была эпидемия, сошла эпидемия, пошло какое-то время, всё выровнялось, и всё, забыли. Ключевое спрашиваю, потому что, возможно, эти исследования бы помогли нам спрогнозировать или смоделировать последствия пандемии COVID-19. Ну, про психологию говорите, давайте я буду отвечать. Во-первых, я хочу начать с того, что для нас, для всех, мне кажется, не только для психологической науки, новые ситуации с пандемией коронавируса, да, и для всех ситуация поменялась, не только у психологов появился какой-то объект исследования, там, интересный, да, а жизнь у всех поменялась, вот, и, в общем, где-то интересно, а где-то и беспокойно. Вот. По поводу исследований в связи с эпидемией испанки, я не интересовался специально вопросом. Но я знаю, что у меня есть коллеги, там, в Ярославле и в Москве, в частности, коллега работает и живёт, да, который, как-то мы с ним частную переписку вели, и он отзывался о том, что действительно он смотрел материалы, может быть, исторические, может быть, историко-психологические в связи с пандемией, да. Он как раз вот эту тему поднимал, что такая пандемия уже была, вот. Вот. Но не думаю, что эти исследования очень масштабные, по крайней мере, мне не попадались в руки результаты. А вот ваш коллега какие-то своими наблюдениями делился, которые можно сейчас, например, рассказать? К сожалению, нет, нет. Я просто не рискну. Это была такая частная переписка, вот, эта тема возникла, что, вообще говоря, как бы в поле, и внимание это попадалось, там, историкам, да, где-то психологам даже, наверное, от пандемии. Но что именно было выявлено, я не могу вам сказать, по поводу тех событий. Но есть исследования, которые сейчас проводятся. Я специально шпаргалочку подготовил, я какие-то вещи могу сказать. Мы обязательно сейчас с ним вернемся. Более того, мне очень интересны те исследования, которые проводите вы, здесь, в стенах Казахстана, в Казахстане. Но я хочу все-таки немножко докончить эту мысль. Когда я говорил о ковид-диссидентах, о социальных бурях, которые в отдельных странах случились, и пытаясь связать это с факторами эпидемии, у меня в голове возникает событие вообще в Средневековье, на самом деле, когда не было науки, которая не зафиксировала. Вот почему я спросил про испанку. Там уже была психология, пускай еще на зачаточном уровне. Но тем не менее, уже об этом думали, об этом фиксировали, об этом изучали. Он был в Средневековье, и массовые, я вот сейчас боюсь терминаем, потому что психоз, невроз, я понимаю, что я обывательски это говорю, да? Для вас это может быть коробит слух, но я тем не менее скажу. Массовые психозы были в Средневековье во время эпидемии. То есть начинается чума, что делает? Выходит народ на улицы, Ну, сжигаем евреев. То есть идет очень разрушительный такой, очень серьезный какой-то разрушительный внутренний энергия, которая выплескивается в мир в попытках как-то разрешить эту ситуацию. Очень серьезно обращались в религию. То есть люди, которые вели такой уже светский образ жизни, там у нас ренессанс на пороге, да, и тут бах, черная смерть, и выкашивает там городами. И люди идут, которые уже там достаточно отошли от, даже в Средневековье отошли от религиозных норм, это в основном элиты, конечно. Вот, они идут в крестные ходы, идут на мессы, там заражаются, конечно, умирают тоже. Но тем не менее, вот этот вот какой-то порыв, который возникает в этом процессе, вот мне он как раз интересен. Вот, и можно ли сравнить, то есть, по сути, ведь человек с точки зрения психологии не сильно изменился, скроманьонцы говорят, особенности психологические. Можно ли говорить, что вот этот вот, тот взрыв Средневековья, который случался, и агрессивные выплески, и то, что происходит сейчас, это как бы примерно одного и то же явления, события? Я не думаю, что человек не изменился. Значит, не изменилась его биология, скорее, да, но поскольку с точки зрения психологии человек претерпевает культурные влияния, да? Ну, понятно, что евреев сейчас не сжигают, слава богу, да? Ну, это хорошо, да. Вот, не находят таких групп, на которые выписать энергию можно. То, что возникает сильная эмоциональная реакция в связи с опасностью и угрозой, да, это бывает, да. Но очень любопытный факт, да, я вот-таки, поскольку покопался в исследованиях, да, хотя не так уж много я их нашел, но все-таки нашел. Я вам могу сказать, да, что вот коллеги, например, приходят к выводу, проведя исследование большое, да, масштабное, часть людей, которые уверены в том, что вся история вот с пандемией, она подконтрольна и понятна, они чувствуют себя спокойнее, хорошо чувствуют себя, но при этом они не выполняют меры, преимущественно профилактические. А те, кто боится и тревожится, в какой-то степени, не в смысле патологии, да, они фобии не испытывают, не имеют, но при этом они обеспокоены сильно. Вот эти обеспокоены, они выполняют ограничительные меры. То есть какой-то фон беспокойства нормально для здоровых людей иметь в такой ситуации. Социальные процессы, ну где-то они связаны, да, с эпидемией, а где-то и нет. Вот в США, например, кажется, они после искусственно стали как-то связываться. Это скорее привело к тому, что пандемия быстрее стала распространяться. А вообще-то повод был совсем другой, да, вы помните, того, что начал происходить-то. Происходит ли то же самое, что в Средневековье? Да нет, к счастью, не происходит. Не происходит. Ищут ли врага отдельные люди? Да, ищут. Искали до этого, сейчас враг более очевидным становится им. Ну, например, в лице органов государственной власти. Вплоть до того, что постят видео с обращениями личными. Я просто имел дело, видел обращение одной дамы в соцсети к чиновнику высокого рана. Она лично обращается, не нравится он ей. Особенно то, что он делает, ограничительные меры принимает. А это, на ваш взгляд, человек больной? Нет, я думаю, что это. Я не знаю, больная ли она. Алексей Алексеевич, если бы продиагностировал, мог бы с какой-то степенью определенности сказать. Пока не продиагностировали, мы можем так сказать, что у нее есть мировоззрение определенное. То есть она убеждена в том, что ее ограничивают. Она об этом и говорит. Она говорит, ты, она обращается, такие меры вводишь. Она говорит, ты не добьешься того, чего хочешь. Почему? Потому что она считает, что нет никакой пандемии. Она говорит, маски не нужны. Она называет это намордником. Я не буду это носить. Она уверена в том, что это все иллюзия, придумка. В том числе того чиновника, к которому она обращается. После исследований, как раз соглашусь, их мало пока. Их мало, они неглубокие. И мы не можем судить об этом более достоверно. А исследования по испанке, я, честно говоря, тоже не встречал, не видел, по крайней мере. То есть у меня в сознании это не отложилось. А испанку назвали, потому что Испания была та страна, которая не воевала, и поэтому она выкладывала эти данные открыто. Поэтому и назвали испанкой, собственно говоря. Но общий фон, да. Настороженность, да. Тревожность, да. Ухудшение экономической ситуации, да. Это является тем фактором, который, в принципе, давит на наши плечи. Давит. Где тонко, там рвется. Скорее всего, да. Какие-то и протестные. Но вот напрямую связать, что вот это от этого. А, кстати, как психотерапевт, я хочу такой вопрос задать. Вот что вы посоветовали органам государственной власти, которые подвергаются сейчас нападками, как себя вести с такими рассерженными горожанами, с недовольными гражданами, гражданами, которые находятся в состоянии фобий, обоснованных фобий. Вы отчасти и сами подчеркивали, что это не больные люди. Это фобия, которая, ну, действительно порождена обстоятельствами. Как с ними надо разговаривать? Легкий совет. Это мы учат, когда мы работаем менеджерами. Вот правило менеджера какое? Продавца. Первое правило, когда приходит к тебе продавец, покупатель с жалобой на товар, выслушать, не перебивая. Я понимаю, что я сейчас по гарантии поменяю, и все будет хорошо. Но у человека накопилось, и поэтому мы просто молчим, и он говорит, 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 говорит. И потом, когда весь поток у него заканчивается, мы говорим, хорошо, мы по гарантии вам поменяем. И все спокойны. Если бы я ему не дал договорить и прервал бы, сказал, так, это товар-то мы поменяли, а осадочек остался. Поэтому пусть что хотят, то и говорят. Имеют право выступить против конкретных персоналей. Это первое. А во-вторых, здесь, понимаете, палка на двух концах. Если мы будем показывать, что у нас, как говорится, в Багдаде все спокойно и все хорошо, ну уж не то, что маски. Вообще никто не будет как-то шевелиться и понимать, и осознавать эти проблемы. Другое дело, перегнем палку, покажем, что все плохо, гробы, рефлижераторы, больницы все забиты. Все. Излишняя истерия, излишняя паника, излишняя напряженность. Введем сильные ограничительные меры. Все. Экономика рухнет. Если еще раз мы окажемся в той ситуации, в которой мы были. Когда закрыты торговые центры, когда нельзя выходить на улицу. Все. Вот все рухнет. Тоже нельзя. И поэтому этот, в хорошем смысле слова, полумеры, которые дают возможности и нас заставить маски носить, и нас заставляют соблюдать эти меры, дистанцию где-то. Все делается правильно. То есть вы, когда наблюдаете за действиями нынешних действий, например, российских властей, патарстанских властей, у вас нет, как у профессионала, такого диссонанса, ребята, вы делаете не то. Нет. То есть у вас сейчас такого нет. Нет. А весной было такое? И какой-то момент был уже за этот год? Да нет. То есть вы считаете, что там все поступали достаточно грамотно, правильно и сбалансировано? Да и на самом деле показывает практика. То есть мы избежали такого количества смертей, которые были в Британии, в Швеции. То есть слава богу, как-то мы попытались справиться с этой ситуацией. Пусть не всегда хорошо, пусть не всегда качественно, но хоть как-то что-то удержали. А если бы у нас не было этих ограничительных мер? Вы знаете, я буквально на днях прочитал такую интересную мысль, но она на самом деле кажется простая. Но государство, столкнувшись с проблемой подобного рода, пандемией, на самом деле оно не очень может много что сделать. То есть нет лекарства, нет вакцины, нет дисциплины китайской. Но государство обязано реагировать на вызовы. Реагировать на вызовы даже, возможно, симулируя, что ли. То есть когда, ну мы не знаем, поможет это, не поможет, но мы что-то должны делать. Обеспечить безопасность, мы должны показать, что мы что-то делаем хотя бы. У вас нет ощущения, что вот эти меры, это как раз попытка показать, что мы что-то делаем, хотя на самом деле мы не знаем, что делать, и не знаем, как помочь. Вот она просто должна пройти. У меня ощущение, что это симуляция или попытка показать нет. Хотя я, например, для себя пытаюсь, как гражданин, человек, который в этой же ситуации находится, искать информацию достоверную, где я думаю, что я ее найду. Есть, например, вебинары, которые проводят независимые врачи, эксперты, где-то эпидемиологи, где-то просто люди с медицинским образованием, которые работают с большим массивом информации. Популяризаторы, что называется, науки. Я, например, тоже от Алексея Алексеевича сегодня в первый раз услышал о поражении мозга и центральной нервной системы при ковиде. И это важно, потому что я об этом не знал раньше. А некоторые люди, которых я знаю, переболели. Я, по крайней мере, буду понимать, что с ними происходит. Я нахожу такую информацию, вебинар, и медик на цифрах объясняет, что, например, находясь в аудитории со студентами, если я не пользуюсь маской, то мои шансы, когда я громко разговариваю, и еще кто-то громко разговаривает в аудитории, резко увеличиваются заболеть. Просто от громкого разговора, даже как сейчас. Говорим громко, шансы заболеть, если кто-то из нас болен, говорящий таким образом, резко возрастает. Ну, это просто уже физика, выброс. Но это обнаружили, проводя исследование. Они сделали рандомизированные исследования, где несколько условий сопоставили. Аудитория, величина, громкий разговор, разговор обычным голосом, надета маска, не надета маска. Вот разные вещи. И, соответственно, я понимаю, что когда спрашивают спикера о том, что пользование перчатками, ну, вот оно, например, в мире, в принципе, нигде не было принято. И вроде бы есть результаты исследования о том, что шансы заболеть просто, ну, прикасаясь к предметам и как-то вот, да, неаккуратно действуя этими руками, низки. И я для себя, например, понимаю, что, во-первых, сейчас сняты меры, связанные с обязательным ношением перчаток. Я понимаю, что это нормально. Есть люди, которые одевают, это их право. Я этого не делаю. Но я ношу с собой антисептик для того, чтобы все-таки подстраховаться. Если я сажусь кушать, то я обрабатываю руки антисептиком. Перчатки носить необязательно. Вот так я для себя вырабатываю меры собственные. Государство мне подсказывает, что нужно делать как минимум и что нужно делать обязательно. Понятно, что информации нет ни у него, ни у меня. Она появляется со временем. И это про перчатки, ну, перестраховались они. Ну, наверное, это лучше, чем недоучесть какие-то возможные последствия. А вот вы сказали сегодня же очень интересную информацию, которая мало пока известна о том, что есть когнитивное расстройство у людей, перебоевших ковидом. Условно говоря, у меня есть близкий друг, который переболел ковидом. Условно говоря, да. На что я должен обратить внимание? Я должен быть к ним более внимательным, более толерантным к его поступкам. Вот на этапе, когда он постковидном, да, то есть до полугода пока идет восстановление. Так ли это? Или что вы порекомендуете тем людям, которые общаются, взаимодействуют с людьми, которые переболели ковидом? На самом деле все то же самое, вы правильно заметили. Это, да, понимание, понимание того, что человек действительно находится в таком состоянии. Раздражительности, вспыльчивости, эмоциональной несдержанности. То есть у него ПМС, короче, полугода. Ну, это называется синдром хронической усталости, да, такая называемая астемия постинфекционная. У кого-то меньше, у кого-то больше. Когнитивное расстройство тоже есть они. Но, слава богу, постепенно все восстанавливается. Обоняние восстанавливается. Ну, просто нужно время. Многие пациенты даже описывают, как вот, как бешеную раздражительность. То есть вот бесит все буквально. Вот, вот. Некоторые просто ревут. Вот слезы текут, и они не могут остановить, потому что вот становятся сентиментальными. Вот такие нарушения есть. Поэтому спокойствие, терпимость, толерантность, и, в принципе, это вполне достаточно. А может так случиться, что люди с такими симптомами, как раздражительность, иногда, может, агрессивность, может быть? Нужно. Они объединятся и устроят такой мини-зомби-апокалипсис, да, выйдут на улицу с плакатом. Это может такой триггер быть? Маловероятно. Хорошо. Вы сегодня фантастический сценарий предлагаете. Они, я понимаю, да, я понимаю. Ну, развейте нас. Но они интересны, как минимум. Ильдар Анатольевич, в Казахском федеральном университете уже были исследования, связанные с воздействием на определенные группы людей, этого фона ковидного, информационного, возможно, и я хочу, чтобы вы с ними поделились, потому что это действительно интересно. И в отсутствии исследований, оба наших эксперта сегодня об этом сожалением сказали, что действительно мало исследований. Я хочу, чтобы то, что мы сейчас сделали в Казахском федеральном университете, оно прозвучало. Спасибо за возможность такую. Действительно, мы проводим исследования параллельно коллективы. И есть, которые эти исследования проводят. Нельзя сказать, что ничего не делается или совсем ничего нет. Но пока их достаточно мало. Нас, например, больше всего интересует суеверность и вера в разные паранормальные явления в связи с пандемией коронавируса. До еще пандемии мы начинали исследование суеверности, пробуем как-то рассматривать это как психический феномен. Ну а поскольку вот эти условия появились вдруг, то мы исследовали достаточно большую группу людей. Туда входили люди и зрелого возраста, от 35 до 45 лет. Нет, это одна группа лиц, а другая это молодые люди от 20 до 30 лет. И, во-первых, мы обнаружили, что отдельное проявление веры в паранормальные выше у людей более зрелого возраста. Например, они более склонны разделять традиционные религиозные взгляды. В принципе, это объяснимо. То есть это не касается конкретной конфессии. Вопросы там о единобожии, вера в то, что есть единый Бог, что влияет на жизнь людей. Люди более старшего возраста, вот этот период пандемии, больше верят в это. Второе отличие в том, что более взрослые люди более склонны верить в всеспособности, которыми обладают отдельные люди. Левитация, телекинез, чем молодые люди. Наверное, это тоже можно объяснить тем, что молодые люди сейчас больше читают и слушают научпоп. Им более интересные темы, связанные с популяризацией науки. Люди меньше верят в такие явления. Дальше мы попробовали такую вещь делать. Мы предложили ряд факторов, которые могут влиять на уровень стресса у людей. Стрессогенные факторы, так называемые, связанные с пандемией, ограничениями. И предложили оценить степень своего беспокойства по поводу каждого из них от 0 до 10 баллов. Выяснили, что люди более молодые, менее склонны беспокоиться по поводу снижения уровня дохода. Объяснимо. Зревые люди больше этим обеспокоены. Ну, папа-мама кормит обычно из этих соображений. Наверное, потому что папа-мама кормит. Ну, наверное, да. Все-таки это преимущество студента. 20-30 лет это или люди, которые начали свою профессиональную деятельность только, или это те, кто обучается еще пока. Плюс к тому, люди зрелые, более склонны беспокоиться по поводу потери работы. Тоже объяснимо, да? Они обеспокоены. Более молодые люди обычно, ну, либо на временной работе работают, либо, может быть, они вообще только учатся пока. В то же время люди более молодого возраста больше обеспокоены невозможностью постоянно видеться с близкими и с друзьями. Ну, во-первых, это психологическая их особенность, да? Вот эти вот склонности коммуницировать много, общаться. И плюс к тому, это часто студенты, видимо, были, которые оказались отрезанными от своих близких вот во время закрытия границ. А вот последний по поводу факторов этих результатов нас очень заинтересовал, мне кажется, он любопытный. Молодые люди более обеспокоены усилением цифрового влияния, чем люди более старшего возраста. Скорее всего, это тоже студенты-магистранты, которые находятся на дистанционном обучении, и которые, хотя нам кажется, да, что это им легко, и как бы они с удовольствием это делают, но на самом деле они насторожены очень по поводу того, что это влияние усиливается. Вот. А если говорить о взаимосвязи суеверности вот с этими факторами, то что тоже еще любопытно получилось. Оказалось, что у людей молодых связи между показателями веры в паранормальные суеверности в основном отрицательные с беспокойством по разным поводам. То есть, чем больше они верят в разные паранормальные явления, чем более они суеверны, тем меньше они беспокоятся. То есть, они фаталисты? Ну, не знаю, фаталисты. То есть, их суеверные убеждения, которые у них есть, отчасти хотя бы, связаны с тем, что они меньше беспокоятся. А вот у людей более старшего возраста все ровно наоборот. То есть, чем более они суеверны, тем больше им беспокойства. Любопытно, правда? То есть, в одном случае это ресурс возраста. Бог меня спасет в мистерии. Да. А вот у людей более зрелых нет. Верования разные приводят к тому, что и беспокойство тоже усиливается. Еще один интересный очень результат. Он, на самом деле, дискуссионный. Об этом еще думать и думать. Мы сравнили результаты обследования студентов, в этом случае только студентов, до пандемии. У нас была большая группа по всей России, причем мы их обследовали. Новосибирск, Нолчебоксары, Казань. Москва поучаствовала до пандемии и в период пандемии. С точки зрения исследований, которые раньше проводились, такой стресс-центрированный подход есть, где, в общем, показывается, что должна усиливаться суеверность. Вот я подготовил здесь господин Николуп, Сергей Николаевич тоже указывает на то, что сейчас будет, скорее всего, расти количество людей, которые уходят в тоталитарные секты, возможно, адептов. Нам надо быть к этому готовыми, психологом, психотерапевтом. Но в нашем случае получилось, что уровень суеверности снизился. Он ниже. И здесь у нас есть только гипотезы по этому поводу. Возможно, что студенты чувствовали себя достаточно комфортно в период пандемии и были свои плюсы, которые компенсировали минусы. И для них это не было стрессом. И второй вариант. Возможно, они воспринимали серьезную угрозу и, возможно, не доверяли официальным источникам информации, которые говорили о том, что все действительно серьезно и опасно. И поэтому уровень суеверности ниже. Уровень стресса мы не мерили непосредственно. Возможно, связано с тем, что, опять же, это все гипотезы, то, что молодежь как раз менее подвержена COVID-19, заражению, более тяжелых формах проявления смертности, там очень фактически отсутствует. Возможно, для них это как ОРВИ проходит в состоянии привычные. Считалось так, по крайней мере, до последнего времени, когда в больнице стали появляться люди от 18 лет. Сейчас, да. Раньше так считалось. Когда мы исследования проводили, действительно считалось так. То есть сейчас это изменилось? Сейчас официальная информация вышла. Молодые люди в больнице лежат. Пока еще такой информации я не видел. Обычно все-таки на бабушках. Больше молодых сейчас. Гораздо больше. Вы сказали, что готовься к этой передаче, вы посмотрели исследования. Вы можете, это вопрос к обоим нашим экспертам, сказать то, что вас с точки зрения профессионалов заинтересовало в этих исследованиях наибольшие, какие-то интересные вещи, которые сейчас можно об этом сказать будет? Ну, можно, да. И можно прям вот отдельные выдержки сделать, чтобы не быть голословными. Ну, в общем-то, такое расхожее место о том, что пандемия является источником выраженного пролонгированного стресса и психической травматизации. Прямо ряд авторов это отмечают. Очень авторитетные люди. Господин Незнанов, ряд зарубежных авторов. Ну, да. То есть, там есть ряд составляющих пандемий, которые явно должны рассматриваться как психотравмирующие или как минимум стрессогенные. Это и возможность заражения, и возможность того, что близкие заразятся и умрут. И вот один, по крайней мере, человек, который это пережил, к сожалению, на несколько умер людей. И ограничения, связанные с экономическими проблемами и так далее. Значит, когда сравнивают различные группы населения по восприятию стресса в связи с пандемией, коллеги из Института Бехтерева отмечают, что группы населения, которые подвержены психологическому стрессу, в первую очередь, это, конечно, люди, страдающие аффективными расстройствами. Здесь можно подробно поговорить. Те, у кого аффективные расстройства или расстройства эмоциональной сферы, были до пандемии уже. Да, поясните, аффективные расстройства, что это такое? Потому что наши телезрители, скорее всего… Аффективные расстройства – это эмоциональные расстройства, связанные с настроением, связанные с тревогой. То есть, когда на первое место выступает тревога, как основной фактор вот этих вот аффективных расстройств. Ну, депрессия. Депрессия, да. Депрессия. Люди, страдающие тревожными расстройствами, депрессией. Расстройство эмоций. То есть, когда у человека его тревожность, его депрессия являются основополагающим событием в жизни. Все остальное… Крайне сильно. Крайне сильно. И мешают жить обычной жизнью нормально. Но кроме этих людей, стресса подвержены лица молодого возраста. Вот по данным Института Бехтерева, младше 20 лет они пишут. То есть, они воспринимают стресс как высокий в связи с пандемией. Значит, дальше безработные, холостые, незамужние, не имеющие высшего образования, женщины они добавляют. По результатам еще одного исследования, это молодые женщины, в том числе с трудностями экономическими. То есть, это группа риска. Те, кто воспринимает стресс как наиболее сильный в период пандемии. Значит, вот отмечаю, да, что наибольшую ассоциацию с тревожным стрессом, с тревогой сильной, показали такие опасения, как возможное отсутствие лекарств для ежедневного приема и риск изоляции. А вот риск для жизни и здоровья родственников и близких не имеет большой связи с уровнем тревоги. Вот так получилось. И для лиц старшей возрастной группы основной темой волнения оказались материальные трудности в связи с пандемией. Значит, другие авторы, московские, да, вот господин Яни Колопов и его соавторы пишут о том, что развитие ситуации пандемийной, не рассматривают его как процесс, похоже по своей структуре и динамике на принятие угрозы природной катастрофы. Выделяют несколько фаз, фазу шока, люди и в том, и в этом случае, когда только все появляется, информация появляется, шокированность сначала. Далее фаза отрицания с элементами эйфории. Ведь ничего нет, все нормально, мои близкие живы, и вообще это может быть неправда. Всегда перевирают у нас, знают, СМИ. И третья фаза – это переход к принятию. Принимают факты. Вот пока этот процесс развивается, усиливается психопатологическая симптоматика, пишет господин Яни Колопов с соавторами. Особенно на соматизацию он обращает внимание. На что? Соматизация. Поясняйте. Это такой феномен, когда человек находит у себя разные недомогания и неприятные ощущения, которые не связаны на самом деле с его заболеванием. То есть это прямо эпизод из фильма «Четыре джентльмента и собака» в одной лодке, когда они читают медицинскую академию, медицинскую энциклопедию и находят практически все болезни, кроме одной у себя. Именно, да, кроме родильной горячки. Вот здесь тоже люди прислушиваются к себе, значит, вот авторы так и объясняют это явление, и в процессе этого прислушивания они обнаруживают разные неприятные ощущения, которые ассоциируют с ковидом. Но на самом деле ковидом это не является. И он предупреждает, вот авторы здесь указывают, что врачам общей сети надо быть готовыми, потому что люди, возможно, сейчас так и есть. Люди обращаются, опасаясь того, что это ковид, но в действительности они страдают, то и какие-то недомогания другого характера. Но для них вот пугалкой является именно сам коронавирус. Соматизируется, находит у себя ощущения, которые их наталкивают на мысль о заражении. Ну, мне кажется, даже я периодически чихну, покашляю, думаю, опа, не пришло ли она в новая модная болезнь, не посетила ли она меня. Да, да, вот такие вот данные, в частности. Алексей Алексеевич, а вот что для вас из последней информации, как профессионала, заинтересовало, вот так кольнуло прям вот это, да, вот это интересно. Может, что такое есть у вас? Расскажу. Я тоже одно исследование провел у себя, оно было в апреле. Есть такой термин «мудрость толпы». То есть толпа, она всегда дает более точный прогноз. Нам кажется, что вот я знаю лучше, на самом деле, чем больше будет респондентов, тем более точный прогноз. Коллективный разум. Коллективный разум, наверное, сейчас. Абсолютно верно. И я как раз решил провести это исследование. Я через свою социальную сеть участвовал где-то порядка 350 человек. Событие будущее. Мне было интересно, как вот эта мудрость толпы даст возможность прогнозировать события. Я еще сомневался, на самом деле, в результате, но был удивлен. Вопросы были конкретные. Когда откроют торговые центры в Москве? 1 июня. Сколько будет доллар стоить 10 сентября? Ошибка была в 2 рубля. То есть доллар стоил, по-моему, 13-го, что ли, 78 рублей. Ой, 78. Толпа указала 76. Вакцина будет в ноябре. Это сказали мне еще люди среднестатистическое в апреле. Выбор и конституцию. Все вот попало в день в день. Вот что удивительно. Сейчас хочу еще одно исследование запустить по поводу будущих событий. Спроси. Но это вот работает. А вот что касается удивила, даже, может быть, не удивила, хочу вот такой, может быть, не совсем странный, но это рецепт. Вот как с минимальными потерями перенести ковид? Есть формула, которая работает. Она, может быть, вам не понравится, но все-таки это правда жизни. Первое. Если мы хотим, чтобы у нас все прошло достаточно гладко, нам нужен свой личный практикующий доктор, который сталкивался с ковидной инфекцией, который хотя бы по анализу крови может лечить у вас бактериальное или вирусное поражение. И как ковид лечить мы уже знаем. Тут ничего такого страшного, сверхъестественного нет. Другое дело, если этот доктор, причем не обязательно вас видеть, телемедицина, господи, по скайпу, по ватсапу можно общаться. Назначает препараты. Все. Правильные препараты. Схема лечения есть. И вот как правильно сказал, Игорь Ильич, кто хочет, тот всегда найдет. Кто ищет, как правильно, какие факторы способствуют, защищает себя. И вот если у вас будет доктор, если у вас будут финансовые возможности, то есть вы просто-напросто следуете инструкциям врача, и у вас нет никакой патологии. И шанса того, что у вас будет все хорошо, достаточно больше. Но не можем мы требовать от обычного терапевта, что он как-то загруженность большая. Подойдет индивидуально и с душой, скажем так. Да. То есть, как вы уж там с доктором договоритесь. Но это вполне реально. Если лечение начаться с первых дней, и можно с профилактической целью некоторые препараты принимать, которые как раз способствуют тому, чтобы у нас не было этого ДВС-синдрома. То есть все это есть. Вы знаете, в вашем совете, было одно слабое место. Было сказано, если есть финансовые возможности. Понимаете, что у нас, я не могу сказать статистику, но процентов 10-15, хорошо пускай 20% населения, и то я думаю, что это очень оптимистический взгляд, который имеет такие финансовые возможности, чтобы иметь там личного доктора, даже на время эпидемии, договориться. По скайпу там. Большинство населения, это не имеет такой возможности. Что для них можете посоветовать? Но вы знаете, опять же, повторюсь, слава богу, источники информации у нас сейчас открыты, и мы можем найти ту информацию, которая поможет нам справиться с этой инфекцией. Она открыта, можно почитать. Ничего такого здесь сверхъестественного нет. Хорошо. Эльдар Анатольевич, вы, когда говорили о вот этих исследованиях, которые проводились ваши коллеги, в том числе Института Бехтерева, у меня возник вопрос в процессе этого вашего разговора, ваших слов. Вот с точки зрения психологии, психотерапевтов, психологов, вот эта пауза, которая возникла между первой волной и второй, вот это лето, когда мы сняли все маски, открылись торговые центры, обозначено коллективным разумом даже время, когда полетели за границу. И вот сейчас пришла вторая волна. Она более жесткая на самом деле, с точки зрения и смертельности, и с точки зрения количества заболевших. Но с психологической точки зрения, есть отличие вот это восприятие, первый шок, вот эта пауза, которая, там выдохнули, да? И сейчас новая волна. Вот, возможно, исследований нет, но в ваших личных ощущениях, как практикующих людей, занимающихся в этой сфере, вот эта вот пауза, она способствовала тому, чтобы, ну, этот шок прошел, чтобы шажки до принятия были менее болезненные, более, как бы, продуктивные. Ну, на самом деле, вы рассказывали про паузу, а я думаю, паузы не было, вот для меня лично, не было просто ее, не существовало. Вы озвучиваете, видимо, чью-то позицию, может быть, большой группой людей, но не мою. Ну, как, что значит, не было? То есть, смотрите, открылись торговые центры. Хорошо. Это не пауза, открылись границы. С какими условиями они открылись? Я приходил в торговые центры, не снимая маски там ходил. Я снял маску для того, чтобы поесть на фудкорте. Ну, и наблюдал, мы, я помню, очень радовались. Приехали друзья, да, была возможность общаться, люди выглядят здоровыми и активны, да, приехали из другого региона. Мы садимся в кафе, и мы радуемся, что официант строго относится к соблюдению дистанции. Там другая компания садится, а у них стол этот, вот, крестиком перечерпан, да, там нельзя садиться. И официант очень принципиальный, он говорит, сюда нельзя. А те, в общем, почти в драку лезут, да, они говорят, что вы нас не сажайте, мы сейчас хорошо заплатим. То есть, ограничительные меры никто не снимал. Частично, по крайней мере, они сохранились. Я отвечаю, например, за свое собственное здоровье и за здоровье своих близких. Не надо пребывать в иллюзиях. То есть, это детская позиция такая, что президент сказал, значит, можно в торговые центры. Ура, да, мы снимаем маски, все. Ну, значит, там крутим именно над головами. Нет. Для людей, которые вот такого мне не придерживались, к сожалению, значит, сейчас для части из них, ну, вот, работают больницы, да, которые заполнены, как пишут, на 90%. То есть, в этом смысле не было такого медового месяца. Для меня его не было. Ну, легче стало в том смысле, что мы могли куда-то поехать что-то купить, да. И, там, мне, например, надо много ходить. Ну, вот так вышло, что надо. И сейчас я могу это делать. Во время ограничений было странно. Я должен был дойти до магазина. Куда мне еще идти? Как мне ходить туда-сюда? Теперь такая возможность есть. Я еду на работу. Но по существу я понимаю, что кардинально ничего не изменилось. И те, кто воспринимает это вот, это время, как такой медовый месяц, ну, для них, видимо, как вот Сергей Николаевич Николупов описывает, фаза шока сменяется фазой отрицания, вот той самой, и приходит к постепенному принятию, надеюсь, через соматизацию и через возникновение тревоги от того, что рядом появляются люди, заболевшие. То есть, вот это не один уже человек в интервью отмечал. Я, кстати, хочу сказать, что информации, говорит, мало. На самом деле, если поискать, она есть. По поводу психологического реагирования на ситуацию пандемии есть сайт Института психологии Российской Академии Наук, на котором есть специальный раздел. Комментарии экспертов, коллеги из Института психологии Российской Академии Наук, не один человек, там человек 10 или больше, комментируют разные вопросы, связанные с этим, дают рекомендации. И даже видео, насколько я знаю, и были, и записываются от коллеги Никитиной для пожилых людей, для того, чтобы когнитивные способности свои не терять, находясь дома. Это же отличное дело, правда? Конечно. И это есть. Тут психология это сделала. Еще какие-то учреждения это сделали. То есть, это такой личный психотерапевт, о котором мы говорили, для не очень больших людей. Ну, если не психотерапевт, то, по крайней мере, информация. Да, инструмент профилактики, скажем, да. И получается, что если люди так воспринимали это, то теперь они, в общем, подходят к принятию, наверное, да. Я начал говорить, что вот этот поражающий фактор, он невидим. Иногда сравнивают ковид с радиацией. Да. И с восприятием радиации. Когда люди приехали, ликвидаторы в Чернобыль, это тоже эйфория уже, да, сейчас все разгребем, все нормально будет. Но через какое-то время выясняется... Водка бесплатная, тушенка бесплатная. Выясняется, что есть поражающий фактор, который мы не видели и не увидим никогда. Но последствия его отражаются непосредственно мне. Так же с ковидом. Только благо, что находясь здесь, мы не все гарантированно заболеем. У нас просто шансы есть, если мы не будем соблюдать меры предосторожности. И поэтому люди вначале шокированы. Как так? Потом эйфория. Потому что ничего и нет. И со временем, когда появляются больные и умершие среди знакомых, я, например, недавно в социальной сети у себя обнаружил, что люди, которых я знаю неплохо, в другом регионе просто живут. Я очень сопереживаю им соболезную. У них умерли члены этой семьи. Еще несколько человек болеют дома. Они пишут, не приходите, мы дома на самоизоляции. Коллега, который я очень люблю, и хороший мой друг тоже, плохо себя чувствует, плохо себя чувствует. В итоге, через какое-то время, я выясняю, он лежит в больнице. Сейчас для всех очевидно. Почти у всех есть кто-то, кто болеет, кто столкнулся с болезнью. И теперь уже очень трудно отрицать ее. Невозможно сказать, что это придумано кем-то. А вот этот человек, почему он болеет тогда, если это придумано? Теперь приходится принимать. У меня вопрос такого свойства. Вот сами вы как воспринимаете болезнь? У вас есть опыт профессиональный. Вы через опыт профессиональный можете рассказать о том, как вы воспринимаете COVID-19, этот фон воспринимаете? Или это не очень корректный вопрос? Да почему? Корректный. Как вы боретесь с этими страхами? С удовольствием расскажу. Я полностью согласен с Даром Ильичем. Загружается в том, что проблема, что большинство все-таки из нас, очень, надеюсь, не сидящие здесь в студии, отнеслись к инфекции очень поверхностно и халатно. И пример тому действительно лето, когда мы, в принципе, многие, не скажу, что все, как-то вот расслабились. Маски носить как бы уже не надо, особо за это не наказывают, уже можно и за границу, уже пожалуйста. И вот эта иллюзия того, что все будет хорошо, и подвела отчасти нас, я имею в виду нас, население страны, если хотите, многие привезли COVID-19 за границу. Да. Социальные контакты не способствуют тому, чтобы инфекция не распространялась. И вот сейчас мы имеем, что имеем. Вначале согласен, было отрицание, это не про нас, это не про меня, все хорошо. Потом эйфория была, которая была летом. А вот сейчас действительно уже, как говорится, бомбы ложатся рядом. То есть уже есть близкие, знакомые, друзья, которые переболели. Все, это уже вот, это же реальность. И вот тогда начинаешь думать о том, а вообще, что же делать для того, чтобы вот попасть в эту ситуацию. И я бы дал такую рекомендацию. Во-первых, если нет врача, по крайней мере у вас, к которому вы могли бы обратиться, на каких-то вот таких доверительных, ну не знаю, там как коммерческих основах, то тогда, по крайней мере, у вас должен быть алгоритм, что я должен делать, если само это произойдет. То есть не выдумывать, америку не открывать, а четко понимать. Так, я принимаю вот это, я принимаю это, делаю вот это, иду туда. То есть, взять бумажку, и тупо расписать. А это все есть в интернете? Положить на, может быть, психологически легче будет, когда ты сам расписал. Я знаю, да, что мне делать. Положить на стол, и, в общем, тебе будет легче. Например, там, да, температура, признаки ковида, как и Е. Это не грипп, там, совершенно другая симптоматика. То есть, по крайней мере, изучить, что это такое. Раз. Второе. Ну, все мы знаем про боняние, там, про эти высыпания на ногах. То есть, все, о, пропало боняние, или я сразу уже знаю, что нужно принимать с профилактической точки зрения, к кому я обращусь, и вот это вот должно быть прописано. Тогда у меня паники не будет. Тогда у меня будет четкий алгоритм действий. Очень замечательный совет, кстати, по-моему. Очень полезный совет. Вы знаете, потихонечку время программы нашей подходит к концу, и я хочу, наверное, в заключение еще, если честно, возможно, у вас есть какой-то вопрос, который я не задал. Но вам интересно на него ответить. Я бы хотел, чтобы вы сами этот вопрос озвучили и на него ответили, возможно. Есть что-то такое, что, может быть, я не дотянул, не спросил, не досказал. Я думаю, лично для меня нет. Все спросили, вот все, что мог, я рассказал. У вас хороший вопрос, мне очень нравится. Вопрос я так думаю, сейчас что-то я еще хотел рассказать. Ну, не знаю, я опасаюсь скатиться в какую-то назидательность. Мне кажется, я и так уже немножко кто-то пророчествовал или назидал. Я просто вспоминаю, опять же, я ездил, например, с семьей в другой город, в России, отдыхать летом. Я не знаю, смелость, не смелость, кто-то говорит, как смело. Не знаю. но заранее была куплена путевка и невозможно было. Там уже просто надо было либо отказываться, либо все-таки совершить эту поездку. Мы поехали и видели очень много людей, которые, в принципе, игнорировали меры предосторожности. Там замечательно. Я только не сфотографировал. Был автобус, совершенно замечательно. Там маска такая, такое объявление висит на автобусе. Вход без масок воспрещен. Это один из южных городов наших, российских. Автобус, битков. Жара, там, 30 с лишним. Человек в автобусе в маске только один. Угадайте, кто это? Подозреваю вы. Нет. Это водитель. Потому что я в автобус не заходил. Мы в общественном транспорте не ездили. Водитель в маске, но масочка вот так, примерно, где-то внизу лица. Такое отношение к мерам. Поехали на такси, там нам таксист рассказывает, как нас всех обманывают здесь в Центральной России. У меня еще жена педагог, и я сам педагог, но в ВУЗе. Жена в дошкольном учреждении работает. А он рассказывает, значит, он едет ехать далеко, и он рассказывает, как он злится из-за того, что учителя в школе, а у нас еще сын 10 лет, мы с этим тоже столкнулись. Учителя в школе заставляют ребенка, папа должен снимать, физкультуру, за кого они меня принимают, я буду снимать. Я им так и сказал, снимайте сами. Мы все это здесь видели, и это было нормой. Я думаю, что это нормально. И мы, например, там ходили на улице без маски, если заходить в помещение, антисептики, все это было. И вот мне кажется, очень важно такую трезвость мысли сохранять, и рациональность мышления, критичность. Сергей Николаевич Николопов опять пишет о снижении критичности мышления во время пандемии. От этого люди начинают обращаться больше к религии, о чем вы говорили, крестные ходы, когда этого нельзя делать. И суеверность может повышаться, и обращение к разным нетрадиционным культам. В действительности надо помнить о вот этой вот штуке в себе, критичность мышления. Это помогает информацию отбирать, и жизнь сохранить себе. И отношение к всяким ограничительным мерам тоже через критичность мышления, наверное, должна проходить. То есть понимать, чем я рискую, и почему это нам предложили. И только потом уже решать, соглашаться или нет. Ну что ж, спасибо большое, спасибо большое, и особенно спасибо за последние ваши замечания, которые, мне кажется, очень полезны будут для наших телезрителей, для их психического здоровья. Вот, в наше непростое время. Наша программа подходит к концу. Я хочу еще раз представить наших гостей. Это Абитов Ильдар Равильевич, доцент в кафедре клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования Казахстанского федерального университета. И Козлов Алексей Алексеевич, практикующий врач-психотерапевт. Спасибо, до новых встреч. Не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Абитов Ильдар Равильевич, Абитов Ильдар Равильевич, Продолжение следует...